30 плюс. Вот с такой температурой воздуха приходится жить в июне брещаном. И вроде бы для лета это нормальная температура, но в условиях жизни в городе справиться с таким высоким градусом совсем непросто. Есть все шансы закипеть. Жителям каменных джунглей особенно сложно в этот период, так как от угольно-черного и накаленного до предела асфальта еще жарче. Все пытаются найти выход из этой ситуации. Горожане, конечно же, отправляются на пляжи получить свою порцию прохлады. Радуют, что осознанные взрослые понимают, как уберечь себя и своего ребенка от беды в такую знойную жару. Очень опасно, конечно. Можно в больницу попасть. Опасно. Поэтому надо пользоваться социозащитными средствами и накрывать, что есть. Нужно давать воду обязательно и приложить бокрое полотенце. Панамку обязательно надо, чтобы на голове. Голова была прикрыта. Ну и желательно, конечно, как детям, чтобы были в тенечке. Я думаю, что это не самое приятное, что может случиться с человеком летом. Поэтому люди защищают себя и, соответственно, не хотят, чтобы они себя плохо чувствовали. Я считаю, что моему ребенку год, и его нужно максимально защитить от вредных ультрафиолетовых лучей. Поэтому ему необходимо носить панамку. Самые опасные часы считаются с 11 до 16. Когда солнце наиболее активно, в этот момент лучше оставаться дома или в тени. На пляже необходимо использовать солнцезащитный крем, пить много воды, прикрывать тело и особенно голову. Ведь солнечный удар наступает при воздействии прямых солнечных лучей именно на непокрытую голову. Тепловые удары делятся на три категории. Синкопальное состояние – это самое легкое. То есть это получается легкое помрачение рассудка, головокружение, тремор конечностей, где-то спутанная речь. Вот такое вот состояние. Потом следующее идет тепловой удар. Это уже обморочное состояние. То есть это средней тяжести. Но человек еще реагирует на боль. У него как бы сохраняется, но сознания нет. И уже самое тяжелое состояние – это сопор. Когда человек просто-напросто не реагирует. Он лежит в обморочном состоянии. И никаких ни движений, ничего. Просто поверхностное дыхание сохраняется. Как утверждают медицинские работники, тепловым и солнечным ударом наиболее подвержены дети, подростки, пожилые люди, а также люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Как помочь себе или человеку, попавшему в такую ситуацию. Если это синкопальное состояние, человек самостоятельно может сказать, что я себя чувствую плохо, мне нехорошо. Самостоятельно, в принципе, как бы может где-то обтереться водой холодной, уйти в тенечек, лечь на спину и приподнять немножечко ноги кверху. Если это обморок, то есть это уже помощь могут оказать ближайшие отдыхающие, находящиеся на пляже, те же взрослые. Там может быть какое-то похлопывание по щекам, может быть какое-то растирание висков водой. Используем также аммиак, нашатырный спирт, то есть получается при резком вдыхании человек приходит в себя. И точно так же его уже, он не самостоятельно, а его другие могут укладывать также на спину, приподнять ножной конец и где-то тоже можно сбрызнуть прохладненькой водичкой. Это тоже лучше либо тенечек, либо какое-то помещение прохладное. Еще одна вечная проблема – халатное поведение отдыхающих на пляжах, с которой регулярно сталкиваются матросы-спасатели, следящие за порядком у воды и на воде, употребление алкогольных напитков, оставленные без присмотра дети, перегревы, солнечные тепловые удары – это и многое другое может привести к печальному финалу. Люди приходят, особенно первый раз, знаете, вот-вот, загореть хотим очень сильно. Некоторые засыпают, некоторые засыпают, загорая. Таким образом получают загор. Некоторые просто не замечая, на солнце пересидят, перегреются, как говорится, и получают такой удар. Это часто бывает, когда вот в такую погоду, как сегодня, шарка. Нельзя полагаться на то, что вот сейчас можно забезрежать в воду, там окунуться, и все пройдет. Нет, могут быть очень плачевные последствия. Главное – помнить. Можно снизить риск любой опасности нахождения под солнцем. Нужно всегда помнить про последствия и урон, который может причинить бездумное отношение к своему здоровью.